Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Взлет цен на автомобили кое-кто из россиян стремится использовать для решения квартирного вопроса Обменяя машину на жилье, такие объявления стали появляться на популярных интернет-площадках Их авторы – жители Московской области, Перми, Нового Уренгоя и многих других городов Конечно, речь идется не о ржавых девятках и десятках, а о престижных иномарках стоимостью несколько миллионов рублей Главное условие, которое выдвигают владельцы авто – жилье должно соответствовать заявленной стоимости транспортного средства Риэлторы называют эту ситуацию экзотической Трасса 101 В Москве собираются опробовать новый порядок оформления дорожно-транспортных происшествий Суть в том, что столичным водителям разрешат после столкновения убирать автомобили за пределы проезжей части Чтобы они не мешали другим участникам дорожного движения Если у сторон возникнут споры по поводу виновности, невиновности То власти обязаны будут предоставить видеозапись инцидента Все скоростные магистрали белокаменной, оборудованы сплошным видеонаблюдением Инициатива направлена на то, чтобы уменьшить количество ДТП, которые случаются опять-таки из-за ДТП Трасса 101 Около трети россиян не против, если у нас будут снова набирать популярность Поддержанные праворульные автомобили из Японии Напомню, что на дорогах нашей страны они начали массово появляться в начале 90-х годов прошлого века Почти 50% респондентов, опрошенных порталом Дром Скептически относятся к росту востребованности праворулек Дескать, рубль-то все равно рухнул Подорожали и они Оставшиеся участники исследования считают, что данную тему затрагивать смысла нет Так как отношения России и страны восходящего солнца далеки от идеальных Трасса 101 В России создадут новую автомобильную марку Эволют Эволюция Предприятие, располагающееся в Липецкой области, сосредоточится на выпуске электромобилей Уже есть концепция некоторых моделей, например, седана, минивена и кроссовера Названия у них, соответственно, i-Pro, i-Van и i-Joy Все они будут оснащаться моторами мощностью около 150 лошадиных сил Запас хода порядка 400 километров Почти в два раза большим запасом будет отличаться внедорожник Эволют Имя которому еще не придумано Авто получит силовой агрегат мощностью 700 лошадиных сил Трасса 101 А от Жили отчиталась об успешных испытаниях кроссовера Манджара Продажи которого в нашей стране должны стартовать во второй половине 2022 года Полноприводный автомобиль в течение двух месяцев гоняли и в хвост, и в гриву В северных районах России при температуре воздуха до минус 40 градусов Цельсия Все работает как надо, заверили представители Муарки Стоимость машины будет озвучена через несколько месяцев Оснащается она вольвовским турбированным бензиновым мотором Объемом 2 литра, мощностью почти 240 лошадей И восьмиступенчатым автоматом На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101